Ввиду одной маленькой проблемы в этом ролике, очень прошу пересмотреть его полностью всем тем, кто уже смотрел его. Буду вам за это очень благодарен. Также в него я включил дополнительно еще одно новое аниме, которое я уверен оценит большинство любителей японских авто. Приветствую всех на 41-м выпуске Автоисторий. Сегодня я бы хотел затронуть такую интересную, на мой взгляд, тему, как автомобили из кинофильмов и сериалов. Также не забывайте нажать кнопку подписаться. Еще немного и на канал будет подписано 100 тысяч человек. Поехали! Представляю вам компанию Катутиль, которая занимается покупкой и переработкой катализаторов. Они используют самое передовое оборудование. Катутиль работает со всей России и странами СНГ почтой и транспортными компаниями. Также сами катализаторы можно привести в пункт приема лично. На своем канале Катутиль подробно освещает свою деятельность. Подробнее на сайте компании. Ссылка в описании. С момента зарождения кинематографа и до сегодняшнего времени люди наснимали просто невообразимо гигантское количество кинофильмов и телесериалов. В этом же ролике я постараюсь рассказать о наиболее интересных с точки зрения моего канала. А если у этого видео будет положительный отклик, то будет еще и продолжение. Итак, для меня самый любимый из доступных, а возможно даже из всех BMW является трешка в 36-м кузове, дизайном которой я не перестаю восхищаться. Так вот, к большой моей радости я в свое время наткнулся на фильм, в котором 36-я блистает на всем его протяжении. Это фильм 1994 года «Погоня» режиссера Майкла Чимина с Чарли Шином и BMW 325iS в главных ролях. Не буду описывать сюжет фильма, но настоятельно рекомендую его к просмотру. Интересно, что засветилась в картине не какая-нибудь простая трешка, а самая крутая, без литера М в названии, а именно купе 325iS, предположительно 92-го года выпуска. Эффектные и захватывающие погони, которыми просто пронизан фильм. Во многом заслуга мощного шестицилиндрового 24-клапанного сердца машины с индексом М50, который выдавал 192 силы и моменты в 245 Нм при 4700 оборотах в минуту в надежной, как автомат, Калашникова без ваносной модификации. Так вот, с таким мотором и пятиступенчатой механикой, купешка могла разменять 97 км в час с места за 7,6 секунды. А на шоссе, как раз там, где под сочный рок от мотора в основном и ведется повествование фильма, 325iS могла разогнаться до 233 км в час. В общем, для тех, кто любит погони и пародисты рев культового мотора М50, рекомендую этот фильм. Второй рекомендованный мной фильм к просмотру будет интересен не только фанатам творчества Стивена Кинга, но еще и настоящим фанатам гигантских американских хардтопов конца 50-х. Некоторые, наверное, уже догадались, что я имею в виду культовый фильм Кристина 1983 года, главную роль в котором играет именно машина. И именно шикарный Алый Плимут Фьюри образца 58-го года, в который вселился сам дьявол и подарил возможность самовосстановления. Опять же, сюжет рассказывать полностью я не буду, но скажу лишь то, что по сюжету один паренек случайно находит в продаже убитый напрочь некогда шикарный хардтоп Фьюри, затем восстанавливает его и с машиной начинает происходить просто что-то невообразимое. Фильм просто сдобрен крутейшим саундтреком. Чего только стоит знаменитая песня Джорджа Торогута. Интересно, что хардтоп Фьюри даже по нынешним временам это очень крутой автомобиль. Его мотор Golden Commander при объеме в 5,9 литра практически 60 лет назад выдавал мощность в 305 лошадиных сил. В совокупности с трехступенчатым автоматом хардтоп длиной 5 метров 27 сантиметров мог ускориться с 0 до 97 км в час всего за 7,7 секунды, преодолеть четверть мили за 16,1 секунды, а на шоссе этот гигант из эпохи рок-н-ролла мог раскочегариться аж до 240 км в час. Какая-то фантастика, честное слово. Машина из 50-х годов на автомате может легко объехать, к примеру, современную Весту и даже разделаться на шоссе с полноприводной BMW 420i 2017 года. Естественно, не оставлю без внимания я и такие картины, как Такси 1 и Такси 2, где в качестве моих любимых актеров выступают не люди, а машины, причем не Peugeot, а парочка 326-сильных Волчков 500Е. А во второй части три крутейших Mitsubishi Evolution 6, под капотом которых стояли 280-сильные турбированные моторы 4G63, позволяющие разменивать первую сотню за 5 секунд. Затрагивая такую тему, нельзя не рассказать и о моем любимейшем сериале из детства, с Дэвидом Хассельхоффом в главной роли, который транслировался по телеканалу NBC с 1982 по 1986 годы. Сериал этот называется «Рыцарь дорог». Эх, сколько радости мне тогдашнему школьнику доставил его главный автомобильный персонаж, в лице говорящей машины Кит с интеллектом, которая была создана на базе Pontiac Firebird Transem 3-го поколения. Как только в начале 2000-х, ровно в 17.00 по телеканалу СТС начинался «Рыцарь дорог», я бросал буквально все, включая даже невыученные уроки, и бежал к телевизору погружаться в атмосферу, погонь, высоких скоростей, интересных историй и, конечно же, специфического юмора. Да что там, у меня была даже дешевая моделька этого Pontiac, и я раскрашивал ее в цвета главного четырехколесного персонажа сериала, и пытался подрисовать ей специфический сканер в носовой части. Меня очень сильно поражали возможности машины по этому сериалу. Ее максимальная скорость достигала 480 км в час, а после столкновения с грузовиком Голиаф и дальнейшего восстановления и вовсе 640 км в час. Кит также имел такие вещи, как сверхпрочный молекулярный щит и был почти неуязвим для оружия, турбоускоритель, позволяющий перелетать через препятствия, возможность контролировать электронные устройства на расстоянии и, конечно же, просто космический салон с дисплеями и графикой. Меня все это, конечно же, очень сильно впечатляло, да и сами погони велись просто с кучей интереснейших авто. И, кстати, на эту тему. Одну из самых красивейших погонь в истории кинематографа можно наблюдать в фильме «Буллет» 1968 года. В нем знаменитый Стив Маккуин преследовал на фастбеке Ford Mustang GT 68 года Dodge Charger. Mustang мог похвастаться мотором V8 на 6,4 литра с четырехкамерным карбюратором и отдачей в 325 лошадиных сил, а Dodge располагал 7-двухлитровым монстром, опять же с четырехкамерным карбюратором. Отдача этого мотора достигала 375 лошадиных сил. Должен сказать, что шансы у машин были примерно равны, но все же Charger с мотором Magnum, несмотря на гигантскую разницу в размерах, мог все-таки оторваться от Mustang. Судите сами, до 97 км в час Dodge разгонялся аж за 6,5 секунды, Mustang за 7,8 секунды, четверть мили первый проходил за 14,9 секунды, а Mustang за 15,2 секунды. И что удивительно, тогда это были отнюдь не самые лучшие показатели среди мускулкаров. Весьма и весьма недурно обыграна тема погони в фильме Ronin 98 года. Напомню, что там блистает парочка экстраординарных автомобилей для своего времени. Это Audi S8, о которой я говорил в прошлом ролике. Она же в 96 году могла разменять первую сотню за 5,5 секунды. Вторым авто из фильма является Mercedes в 116 кузове, версия с исполинским V8 на 6,9 литра, который является одним из быстрейших седанов 70-х. Мотор М100, уходящий корнями еще в 60-е, в 75-м году был оснащен впрыском KG-Tronic и выдавал аж 286 сил и удивлял моментом в 550 ньютон-метров. Машина по тем временам была просто мега роскошна. И это точно не пустые слова. Тут вам и электронная система климат-контроля, и кресла с подогревом, задний ряд с электрорегулировками, трехступенчатый автомат, блокировка дифференциала уже в базе, электростекла и даже, что удивительно, гидропневматическая подвеска. При всем этом двухтонная махина умудрялась разгоняться с 0 до 97 км в час за 7,1 секунды и преодолевать напрямую рубеж в 225 км в час. Без сомнений, нужно упомянуть здесь и такой сериал из 80-х, как Miami Vice, который является просто раем для любителей машин и неповторимой атмосферы той эпохи, когда настоящим шиком считалось носить футболку под пиджаком от Армани и макосина на басую ногу. Повествует этот сериал о двух полицейских, работающих в Майами под прикрытием. Одного только отдельного ролика заслуживает саундтрек к этому сериалу, который написал один из королей электронной музыки Ян Хаммер. В первых сезонах герой Дона Джонсона колесит на черном Феррари Дайтона Спайдер, который, как знают многие, был не настоящим, а специально изготовленный для сериала репликой на базе Chevy Corvette C3. Бытует история о том, что после того, как Miami Vice стал популярным, а вместе с ним и от Илье Макберни, изготавливающего кузовные панели для реплик, Энзо Феррари подал иск на эту контору. А с третьего сезона в 1986 году в сериале стали сниматься две настоящие новенькие тестороссы, подаренные Феррари для съемок. Но мне в этом сериале была интересна не только шикарная белая тесторосса Крокета, а еще и такие шедевры техники, как Ламба, Мерседес 10000 Сел от ABC Exclusive, другие 126-е от контор, SL от AMG, а также классические Chevrolet, BMW и Porsche. Просто рай для автогурмана. А для любителей японского автопрома я порекомендую аниме «Ванганская полночь» 2007 года, которое просто шикарно раскрывает тему Nissan Fire Lady Z в 30-м кузове. Начинается полночь довольно-таки интересно. На самой длинной прямой дороге в Японии с главным героем на Fire Lady в 31-м кузове просто играючи разделывается турбированный 911 Porsche, являющийся некой смесью RAV-CTR Yellowbird и 911 от Atelier Gimbala. Главный герой прибывает от этого в шоке, и к тому же еще и является школьником, а тюнинговать тачки ему хочется по-взрослому. В поисках дешевых запчастей он отправляется на свалку автомобилей и совершенно случайно натыкается на Z-ку в 30-м кузове. Именно так и закручивается сюжет с обилием интересных тачек, таких как Skyline, Lancer Evo, SL в 129-м кузове и даже Koenig Special Testarossa, почти такая же, как у меня в ролике. Еще одно интересное аниме для любителей четырехколесных японцев вносит название Initial D. Сюжет здесь сконцентрирован на мире нелегальных японских горных уличных гонок. Ну и конечно же, главным автоперсонажем выступает здесь легендарная для многих Toyota Sprinter Trueno. Вообще, в этом аниме представлена просто куча интереснейших авто. К примеру, Honda NSX, MR2 второго поколения, купе Nissan Silvia, всеми любимая Supra четвертой генерации и многие-многие другие авто. Ну и напоследок, еще вспомню парочку примеров неплохого медиа-контента из 80-х. Мне очень хорошо запомнилась пятерка BMW в 12-м кузове из фильма Папаша 83-го года с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. Там они разъезжали на настоящие конфетки в виде BMW 528i в 12-м кузове. Второй же пример представляет из себя сериал с незамысловатым названием частный детектив Magnum. Притягивал меня он наличием у главного героя, красавицы Феррари 308 GTS, на которой тот самый детектив угонял от различного рода преследователей или просто гонялся с другими не менее интересными автомобилями. Ну а если вам понравился данный ролик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если количество лайков перевалит за 10 тысяч, я сделаю продолжение и расскажу о других интереснейших фильмах и сериалах с не менее интересными автомобилями. Также не забывайте подписаться на мой инстаграм, где я отвечаю на ваши вопросы и написать в комментариях, какой автомобиль из фильма или сериала вам нравится больше всего.